Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И сегодня, 1 декабря, выходит в ранний доступ игра War Tales от Shiro Games. Если это название вам ничего не говорит, то как насчёт Норсгард? Уж эту-то игру я частенько на канале показываю. Так вот, War Tales – следующая игра от создателей Норсгард. Мне уже неделю, как дали поиграть в War Tales и, как раз к выходу в ранний доступ, спешу поделиться своими впечатлениями. Сравнивать с Норсгард новую игру от Shiro Games вообще не имеет смысла, потому что она во всех аспектах другая. War Tales скорее похожа на Battle Brothers, Mountain Blade, героев меча и магии и даже местами на космических рейнджеров. Вначале вы выбираете регион. Мне был доступен один, а в раннем доступе обещают, что их будет три. Выбираете наёмников, с которыми будете путешествовать. Их некоторые особенности, а именно небольшие бонусы и небольшие штрафы. И вперёд исследовать мир. Цитата из пресс-релиза. War Tales – это тактическая ролевая игра с открытым миром, в которой игрок ведёт группу наёмников, накапливая состояние и отправляясь в опасные захватывающие приключения. Но, честно скажу, накапливать состояние тяжеловато. Игра, прямо скажем, требует от вас тактического умения. Происходит всё это действие в империи Эдаран, опустошённой великой чумой. Но, в принципе, вы всё видите на своём экране. То есть, команда ваших наёмников путешествует по миру. Если сталкивается с противниками, то вступает в тактический бой, пошаговый. Само путешествие в реальном времени происходит. Причём, вне зависимости, стоите вы или нет, время тикает. И вот именно это как раз похоже на космических рейнджеров, потому что ваша команда ходит, и вокруг вас множество банд или других наёмников тоже ходят по этому миру. Причём, не всегда от вас требуется вступать в сражения. Вы можете их избежать, выполнить какой-то квест. В общем, довольно большое разнообразие в War Tales того, что вы можете сделать. Победили, получили награды, лут, экспу, прокачали ваших наёмников. Причём, если в начале вот ваша команда похожа друг на друга, то с прокачками вы их явно будете специализировать. Точнее, их нужно специализировать. И тут уже можно вспомнить XCOM с их специализацией юнитов. Кроме того, у ваших наёмников могут быть подклассы. Причём, эти подклассы тоже открываются с течением исследования мира. Вот, например, когда я зашёл в первую локацию, я увидел бочку, из которой можно было украсть что-то. И вот как только я нажал на «украсть», у меня сразу открылась возможность назначить одному из моих ребят специализацию «вор». И в этом он тоже будет прокачиваться отдельно. На отдыхе появилась специализация «кузнец». И чувак у меня сварганил из железа отмычки и рыболовные крючки. Да и за само исследование мира вы получаете очки исследования, которые вы можете вкладывать в особенности, которые помогут вам ещё лучше исследовать этот мир. И действительно, вот есть такое ощущение свободы того, что вы можете делать, по какому вообще пути идти и как жить вот в этом мире Империи Эдоран. Да, карты, естественно, не генерируются новые, как я и сказал. В раннем доступе будет доступно три региона, которые будут всегда одинаковы. Но я за неделю даже, по-моему, и не приблизился к тому, чтобы открыть вот этот первый регион полностью. Там какие-то деревни, заброшенные шахты, разграбленные мельницы. Ну, места интереса выглядят так, что вы можете туда зайти и что-то найти, с кем-то поговорить. Тоже, кстати, довольно необычно сделано. Мне напоминает это какие-то квесты 90-х годов. Понятно, что вы сможете нанимать новых спутников. Но здесь отношение вот к вашему отряду, как в Battle Brothers, если кто-то играл, если кто не играл, то найдите обзор на моем канале. Вы постепенно привязываетесь к своей команде, и потеря каждого из них серьезно влияет на геймплей. В бою два важных параметра — это броня и, собственно, здоровье. Пока не снята броня, не снимается здоровье. Когда нету ни того, ни другого, персонаж получает отметку при смерти, и каждый следующий удар убивает его навсегда. Понятно, что тут надо брать квесты, получать за них награду. Разработчики сказали, что даже можно целые земли в наделы захватывать или зарабатывать. Но я до такого не доигрался. Большая возможность для крафта. Можете улучшать свое снаряжение, создавать новое. При этом для того, чтобы это сделать, надо будет добывать каким-то образом руду. То есть вы можете и в битвах ее получать, или красть, или сами добывать. То есть, да-да, та самая профессия шахтера. Я, кстати, не все профессии все равно открыл. Ну, не представляю, возможно, внутри игры есть еще профессия стример. Хотя, какой стример в средневековье? Ваших наемников надо и кормить, и платить им зарплату каждый день. Вот это точно на Battle Brothers довольно сильно похоже. Среди противников и бандиты, которые ходят по дороге, и волки. Кстати, у Широгеймс явно к волкам какая-то особая любовь, еще начиная с Норсгарда. И просто какие-то пьяные солдаты могут на вас напасть. Вы можете от них откупиться выпивкой. У ваших, кстати, ребят, есть особые способности, которые вы можете использовать. Трать очки доблести. Очки доблести добываются тоже в бою. В общем, тактических возможностей уйма. И мир интересный. О, кстати, еще одну игру вспомнил, на которую, похоже, War Tales. War Tales — это легенда Изинвальда, если помнят мои давние зрители, тоже на нее обзор делал. Ходил отряд по средневековой Европе. Напоминаю, что игра в раннем доступе. И точно так же, собственно, было и с Норсгард. И, по-моему, что в Норсгард тогда можно было уже нормально играть, что сейчас. World Tales очень даже хороша. Но еще раз повторюсь, это ранний доступ. И у меня игра все-таки пару раз выдавала ошибки. Вообще, игру, несомненно, хочется сравнивать с Battle Brothers постоянно. Хотя и по атмосфере, и по геймплею, мне кажется, War Tales отличается. Во-первых, она не так зациклена на понимании индивидуальных механик игры, как это в Battle Brothers сделано, где упустил какой-то важный момент и потерял всех своих боевых товарищей. И сама игра не так сильно сконцентрирована чисто на боях. Тем более, что ее можно проходить и избегая столкновений, какой-то хитростью, либо общением с соперниками, либо подкупом и так далее, и так далее. Из проблем могу отметить, во-первых, не полностью переведено. Мне вообще, когда в начале дали игру, она была полностью на английском. И сейчас, я думаю, вы можете в моем вот таком мини-обзоре увидеть иногда и английский текст, а иногда у меня даже вообще французский почему-то включался. Ну и есть некоторые технические проблемы. Но это все-таки ранний доступ. Если говорить про игровые механики, вообще интересность игры, то очень хороша. Так что сегодня, 1 декабря, War of Tales вышла в стиме в раннем доступе. Ссылка есть в описании к этому ролику, ну и, наверное, в прикрепленном комментарии. Возглавляйте группу наемников и вперед к захватывающим приключениям в ролевой игре с открытым миром. Я, наверное, еще чуть позже постримлю для тех, кого этот обзор не убедил. На этом все. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok